В давние времена жил Дин Хан. Хан был очень жадный и злой. Каждую неделю хан брил себе голову. Для этого он каждый раз призвал из аула молодого егета. А потом домой его не отпускал. Так пропадали лучшие егеты из аула. Люди жили в постоянном страхе. Не знали, как спастись от хана. Послушаться его никто не смел. Жили во воле бедные стрельки. И было у них три сына. Вот дошла очередь до старшего сына. Пошел к хану и не вернулся. Первую неделю хан брил другого сына. Пошел к нему средний сын. И тоже не вернулся домой. Первую неделю пришли звать последнего сына. Жили стрельки бедно. Все, что было съестного. Мать все уже отдала сыновьям. А младшему нечего было дать. Мать замесила на своем молоке тесто. Напекла лепешек. Взял егеты лепешки. И отправился в его путь. Стрельки остались одни. Вышел егет на пригорок. Посмотрел в последний раз на родные места. Где он родился и вырос. Из глубокой тоской на душе. Прощался егет со углом. С журчатыми ручьями. С душистыми лугами. С тенистым лесом. И родными горами. Через несколько дней егет дошел до дворца. Когда его привели к хану. Он дал ему свой нож. И приказал обрези голову. Хан снял корону. Егет замер от удивления. На голове хана был рог. Егет обрил хану голову. Хан вышел, сказал посиди тут. Егет поголодался. Он вынул лепешку. И начал есть. Вдруг вернулся хан. Он увидел, что егет ест лепешку. И попросил кусочек. Как вкусно. Из чего это сделано. Моя мать замесила на своем молоке тесто. И сделала лепешки. Хан удивился. Я съел лепешки. Я стал его малышным братом. Мне его убивать нельзя. Думал хан. Он позвал слуг. Приказал отвезти егета в лес. Слуги связали егета. И отвели его в лес. Где прикроют дикие зверя. Слуги прочили егета в дремучем лесу. И ушли. Большим трудом егета освободился. И стал жить в дремучем лесу. Долго жил там егет. Он кушал куриния. Ягоды и грибы. Егет сильно похудел. Он продолжал искать еду. Однажды он гулял по лесу. Нашел подходящее дерево. И сделал себе лук и стрелы. И охотился на дихих зверей. А из курса животных он шел себе новую одежду. Потому что его старая одежда сильно износилась. Однажды егет гулял по лесу. Устал у себя отдохнуть. Все время он тасковал по отцу и матери. По родному аулу и друг егет услышал приятный звук. Он встал на ноги и пошел в ту сторону. Поднялся вон на вершину горы. И увидел высокую траву. Половым стеблем и мохнатой головкой. Трава качалась на ветру. Создавал приятный звук. Егет сорвал траву. И сделал длинную дудку. Курай! Попаду в нее. И услышал приятные звуки. Егет обрадовался своей находке. Каждый день он подолгу учился играть на этой дудке. Как-то шел егет через леса и горы. Вдруг он увидел родные места. Достал курай и начал на нем играть. Услышали люди из аугла. Звуки курая и пришли к егету. Егет очень сильно обрадовался. Он рассказал народу все. То, что с ним было. О том, почему хан убивает егету. О том, как он спасся от гибели. Когда весь башкирский народ поднялся на хана. И расправился с ним. За его жестокость. Хан испугался и сбежал. И с той поры в башкирском народе. Курай переходит из поколения в поколение. В нем играют хорошие, душевные и прекрасные песни. Сейчас святой курай изображен на флаге и гербе. Моей и малой родины. Это символ дружбы народов, которые положили начало. Республики Башкортостан. Башкортостан.